И снова здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем обзор отелей для респектабельного отдыха только для взрослых в регионе Сахла-Хашиш и Сома-Бэй. С вами я, Оксана Шевчук, руководитель туристического агентства «Восьмое небо», со мной вместе в студии Юлия Игнатенко, руководитель туристического агентства «Поганель Тревел». Она совсем недавно вернулась из рекламного тура по Кургаде и привезла свои эмоции, впечатления, видеоматериалы для того, чтобы поделиться с вами новейшей и полной информацией про отели для взрослого респектабельного отдыха. Респектабельного – это имеется в виду с лучшим сервисом, с VIP-сервисом, с индивидуальным подходом к каждому туристу. Мы уже поговорили про два отеля и продолжаем наши обзоры. Сейчас мы будем говорить про отель Кимпинский, который находится в бухте Сома-Бэй. Про этот отель очень много можно и долго говорить, потому что там миллион абсолютно разных нюансов. Мы постараемся сейчас проговорить про основные, у вас останутся 100% вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео, звоните нам, и мы расскажем. И, конечно же, забронируем для вас лучший отдых в отеле Кимпинске. Юля, расскажи, пожалуйста, первое вообще впечатление, когда ты только зашла в отель Кимпинске. Первая мысль твоя какая была? Ну, я вообще, честно говоря, фанат этой сети отеля Кимпинске. То есть для меня это прежде всего стиль и такая респектабельность, скажем, в этом отеле вы не увидите вычуркнутой роскоши, да. Но чувствуется все сделано со вкусом и с таким качеством, знаете, вот такая приземленность, скажем. Интерьер отеля, вот когда ты заходишь, такое впечатление, что ты попадаешь в какую-то восточную сказку, в какую-то крепость, да, и по стилю он сделан, воссоздает какую-то мавританскую крепость, да, преобладает натуральный камень, дерево, ковка. Вот мы можем посмотреть, вот сейчас хорошо видны такие лампы Аладдина, такое впечатление, что ты вот зашел и хочется притронуться, да, и загадать желание. Ну, это такие мои впечатления. Ну, это такие интересные, очень сильные впечатления, мало про какой отель в Египте вообще, в принципе, вот можно такое сказать и подумать. Как ты думаешь, почему этот отель достаточно редко вообще в запросах и мало кто про него знает? Вот мне так хочется развеять этот миф. А, почему, я тебе скажу. Скорее всего, что он работает не по привычной для Египта системы All-Inclusive, а здесь вы можете выбрать, мы можем выбрать завтрак, завтрак, ужин или полный пансион. Полный пансион, это у вас будет завтрак, обед и ужин, но напитки будут за дополнительную плату на обеде и на ужин. А на завтрак и напитки? А на завтрак здесь подают шампанское и красную икру, мы только что могли это смотреть на сюжете. И самое интересное, что несмотря на все нюансы все-таки этого года, да, когда у нас идут, ну, какие-то послабления в питании, этого отеля это не коснулось. Здесь все так по-прежнему, здесь тоже шампанское на завтрак. Как фреш, здесь не завтрак. Конечно, конечно. За счет чего? Вот, Оксана, я хотела бы донести нашим зрителям, что не всегда All-Inclusive себя оправдывает. Мне кажется, что иногда можно, если вы предпочитаете, допустим, алкоголь определенного качества, если вы любите определенные продукты, то, может быть, все-таки стоит взять такой тип питания, как, допустим, завтрак, ужин, а выбирать себе, допустим, обед уже как вы хотите, да, или тот же самый полный пансион. Сейчас я немножко уже остановлюсь, я уже начала запитание, тогда я, наверное, расскажу, как вообще здесь работают. То есть в данном отеле сейчас за завтрак и ужин у нас шведский стол будет в основном ресторане The View. Обед подают в ресторане La Mer, это будет а-ля-карта у нас, то есть выбор по меню. И либо вы можете заказать всевозможные такие себе, как бы, приватные завтраки, ужины. То есть у них очень много дополнительных таких функций есть, что романтический ужин, романтический закат, встреча заката, рассвета на пляже. То есть здесь отель сам ориентирован на индивидуальность, индивидуальный подход клиента. Все, что вы хотите, вы можете заказать. Ну, а это больше подходит для людей, которые привыкли отдыхать по какому-то своему собственному расписанию, не подвязываться под расписание работы ресторана, вот как ты хочешь, для тебя это так и сделать. Ну, послушай, это, знаете, вот большинство туристов, когда говорят о том, что, а могу ли я завтракать на пляже, первое, что приходит в голову чаще всего, это какие-то дальние страны, например, там Мальдивы, либо Азия, что будет такой индивидуальный сервис. Но это есть друзья и в Египте, в отеле Кемпинске, который находится в Сома Бэй. Вы можете каждый день завтракать на пляже и встречать невероятный рассвет, потом ужинать на пляже, встречать невероятный закат. Каждый раз это будет какое-то абсолютно разное питание. Вы будете себе выбирать блюда из меню, а не повторяющийся каждодневный шведский стол, как обычно. Это бывает на отелях, которые работают по системе, все включено. Юль, отель, вот мы как раз видели по видео, находится так достаточно отдаленно. У него есть вообще, в принципе, куда выйти и сходить в какие-то рестораны? Или на территории отеля достаточное количество ресторанов? Ну, в принципе, количество ресторанов достаточно на территории отеля. Если вы хотите, то, пожалуйста, есть консервис, и вам забронируют любой ресторан в регионе, вас туда доставят. Но я думаю, что отель может предоставить все, что вы захотите по вашему желанию. Что еще, скажем так, недалеко находится гольф-поле, рядышком с отелем, да, получается. И это, по праву, считается одной из лучших гольф-полей и номер один на Ближнем Востоке. Здесь проходят международные соревнования, поэтому здесь часто бывают, приезжают и останавливаются здесь команды гольфистов. Ну, и, соответственно, как бы, если вы уже здесь, почему питание такое и такой, предлагают такой набор, потому что если человек хочет заказать экскурсию на яхте или в данный момент у него есть встреча и гольф-игра, то ему не нужно, в принципе, принимать, чтобы прием пищи был именно в этом ресторане. То есть все индивидуально. А еще, дорогие друзья, у отеля есть такая невероятная изюминка. Здесь организовываются очень красивые свадебные церемонии. Есть специальное для этого место. В принципе, здесь делают такую свадебную церемонию, какую вы захотите, абсолютно по вашему вкусу. Поэтому отель также идеально подходит для того, чтобы организовать свое свадебное путешествие. Либо, например, как сейчас это становится модно, точно так же, как и на Западе. Еще раз через 10, 20 лет брака провести еще одну свадебную церемонию, вспомнить, как это было 10 или 20 лет назад у вас. Юль, скажи, пожалуйста, что со СПА? Со СПА скоснулась коронавирус и сюда добрался. В принципе, как обычно, рядышком есть с соседним отелем The Cascade. Там очень большой СПА-центр. Центр талазотерапии. И сейчас он, к сожалению, закрыт. На территории отеля есть свой СПА-комплекс с джакузи, с небольшим бассейном. И этот СПА-комплекс сейчас работает тоже с ограничением. То есть вы можете заказать, допустим, массаж на открытом воздухе. То есть там есть достаточно таких уютных тоже местечек. Воспользоваться тренажерным залом. Но все привычные нам, допустим, сауны и... Хамам. Хамам, да. Они, к сожалению, сейчас закрыты. Это требования просто правительства Египта. Друзья, не спешим расстраиваться, потому что есть рядом прекрасное теплое Красное море, которое в сочетании с песком тоже вам обеспечит неплохую талазотерапию, поверьте. Давай подведем итоги, Юль. Отель Кимпинский. Для кого бы ты его в первую очередь рекомендовала? Для изысканных пар. Для семей тоже я могу их вырекомендовать. Почему я, в общем-то, его взяла в этот блок для отдыха для взрослых? Потому что здесь, я не знаю, мы увидели или сейчас, мы, наверное, пройдем к пляжу, мы можем увидеть, что здесь тоже есть зонирование. Есть зонирование на пляж, делится на зону для взрослых и зону фэмили. Поэтому, если вы хотите... Вот сейчас как раз и покажем, да. То есть, если вы хотите отдыхать в тишине и покое, вы идете в зону для взрослых. Если вы хотите наслаждаться отдыхом со своими детьми и где-нибудь в волейбольчик сыграть, то, значит, пожалуйста, вам зона фэмили. Водные виды спорта, бухти в Сомабей, всегда были очень популярны. Их здесь большое количество. Отель Кимпинский никак не отличается. Он предоставляет большой вариант для возможности занятий спортом, для здорового образа жизни. Друзья, мы надеемся, что мы, в принципе, предоставили максимальной информации по этому отелю. Напоминаю, что у вас остались вопросы. Звоните нам, вы наши телефоны видите на экране. Пишите комментарии под этим видео. Заходите на сайт bamba.com.ua. Просматривайте цены. Выбирайте любого тревел-эксперта из сети Агент Горящих Путевок. Звоните, обращайтесь и бронируйте для себя лучший отдых для себя и своей второй половинки в отеле Кимпинский, который находится в Сомабей в Египте.